Всем привет, друзья! С вами Закупач. И ко мне приехал пакет с сюрпризиками от Диагостини. Ссылочка в описании. Вот смотрите, Диагостини шоп. Можно прям на сайте у них покупать по красоте. Но вообще эти штуки продаются во многих магазинах вашего города. Так что ищите на прилавках страны. Итак, что же у нас тут в пакете? А меня, как всегда, просто завалили сюрпризами. И это новиночки. Сейчас оценим новинки. Как она вообще? Смотрите, тут их полным-полно. Я даже не знаю, сколько тут пакетов. Что это? Что это такое? Это лягушки. И ко. Лягушки. 22 игрушки в коллекции. Интересно, смогу ли я собрать сегодня всю коллекцию. Идея гостини, все дела. Ну, мы попробуем. Импортер, дистрибьютор сделана. Цена рекомендуемая. 149 рублей. Такой пакет. По-моему, если пачку не покупать, получается подешевле. Вот. Лягушки. О, лягушки еще. В общем, у нас сегодня лягушки захватили планету. Вон, весь мой стол. Давайте я вот так их раскребу, что ли. Вот. И мы начнем открывать этих лягушанцей. Итак, лягушки и ко. Сразу открываем. Не будем ждать. Так, пакетик в пакетике, да, как всегда. Ага, пакетик в пакетике. Здесь у нас идет описание всех лягух. Но лягух очень много. Это одна из самых больших коллекций от Диагостини. Поэтому, с вашего позволения, я не буду про них читать. Будем просто их открывать. Где живет? Индия. Размеры. 7-10 сантиметров. Тут размеры. Где живет? И краткое описание. Есть черно-рубцовая жаба, которая меняет цвет на солнце. Есть, которая светится в темноте. Вот, меняет цвет на солнце. То есть, это есть, которые... Ага, вот. Где луна, это светится в темноте. Где солнце меняет цвет в зависимости от температуры. Ааа. То есть, горячее тепло. То есть, можно в воде будет их менять, да, по идее? Так, ладно. Я потом этих лягушек отсортирую. Надо будет потом посмотреть, чтобы не перепутать. Сколько лягушек? Раз, два, три, четыре. Четыре лягушки меняют цвет. Остальные раз, два, три, четыре. Четыре лягушки светятся в темноте. Ага, то есть, это достаточно редкие получаются, которые такие. Итак, начинаем распаковочку. И первая лягуха... Ой, это, по-моему, обычная, да? Это, по-моему, обычная лягуха. Посмотрите, какая красотка. Слушайте, как настоящая. Вот я обожаю, когда Диагостини делают вот именно вот такие реальные фигурки. То есть, без всяких там наворотов, без всякого наполнения. Смотрите, у нее рот открывается. Ничего себе, она может сожрать тебя. Смотрите, какая. Это все. Интересно, а если я ее поцелую, она превратится в принцессу, пока Валюша не видит? Дайте попробую. Не-не-не, я не буду, не буду, друзья, вы что? Не буду это делать. Вот, она укусила меня за палец. Лягушки и ко. А Диагостини, вот. Можно на заставку заставить. Приколюха. Так, первая лягуха у нас вот такая коричневая. Так, читать не буду ее искать. У меня очень много пакетов. Если я буду каждую сейчас искать, то эта распаковка будет на миллион часов. Извините. Так, открываем следующую. Кто у нас здесь? И это не повторка. Вау. Это с желтой головой лягуха. Вот такая, смотрите. У нее рот, к сожалению, не открыт. Вот мне нравится та лягуха, которая с открытым ртом. Смотрите, она тянется. То есть, ее можно изучать на уроках биологии. Вот так, хоп. Но это явно не принцесса. Эта лягушка явно не принцесса. Ой, как тянется. Слушай, слушай. Слушай, прикольная. Прикольная. Глаза такие у нее. У нее, наверное, ее фишки это глаза. Вот глаза классные. Так, следующее. Я тебе поставлю лайк, 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 лайк. Да, спасибо, если ставите лайки. Чем больше лайков, тем больше для гостей мы снимаем. Вау. А вот это, скорее всего, или будет менять цвет, или светиться в темноте, я пока не знаю. Я потом почитаю. Если найду лягушек, которые светятся, меняют цвет, то... Ой, смотрите, у нее вон он рот. Вот он у нее рот, какой длинный. Смотрите, она может сожрать сама себя. О, смотрите. Это называется гуска, потому что у лягушек, у них не попка, у них гуска. Как у курицы, если, в общем, если кто не знал. Ой, как ярко. Слушайте, очень яркая лягушка. И она тоже может меня укусить. То есть, можно использовать этих лягушек как перстни. Вот, один перстень, потом вот второй. А, нет, это для шитья, это чтобы пальчик не наколоть. Все, во, во, все, распаковка продолжается. Итак. Открываю следующий пакет. Так, выходи. Кто там у нас? Не повторка? Не, не повторка. Смотрите, это какая-то земляная черепаха. И тоже она как перстень ее можно использовать. Так, ладно, ребята, вы мне мешаете. Пока у нас прям это ни одной повторки. Круто, что большая такая коллекция. Если вы купите несколько пакетиков, то будет повторка у вас минимальный шанс. Вот, такая красивая. Тоже рот у нее открывается. Вот это, кстати, прям самый большой рот. Можно вот так и сделать. Она может спрятать свою голову в рот. О, здравствуйте. Оп, вылезла. Тоже классно. Это похоже больше на жабу, а не на лягушку. Она такая толстенькая. Вот есть лягушки, которые прям отличаются по размерам. Так, следующее. Можно прям даже не полностью не открывая пакет. Хоп, достал маленький пакет. Импортный. Интересно, а сколько за границей они стоят? Тут же должно быть написано. Они обычно пишут, сколько евро здесь написано. Потому что за границей они стоят намного дороже. Так что, если вы иностранцы, приезжаете в Россию закупаться где-то гостиними. Нет, что-то я не вижу цену. Если кто увидел, то напишите в комментах, сколько за границей стоит. И это новенькая лягушечка. Лягушечка, здравствуйте, добро пожаловать. Моё почтение. Тоже открытый рот. Ква. Оу май гад, что я натворил? Ребят. Смотрите. Оу, нет. Вот это можно тоже на заставку получается. У неё вырастет лапа, кто знает. Слушай, она такая липучая, смотрите. Чик. Опаньки, всё, я починил. Я починил. Лягушка, она мутант, видите. Она стоит ей присоединить её тело, она всё прилипает сразу же. Слушай, где я гостини? Ну, это уже плохо. Ну-ка, а тут оторвётся. Мне кажется, это был чуть-чуть брак на заводе. Заливка, видите, какая волнами пошла. И поэтому это совершенно случайно случилось. Поэтому я буду всех тянуть. Буду всех проверять. А так они не воняют ничем. Пахнут вкусно. Знаете, будет резина вонючая. Это резина норм. Так, нормальная резина. Так, открываем следующий пакет. Ну, пока радует, что без повторок. А вообще лягушки... Ооо, вот это, наверное, светится в темноте, да? Да, вот это по-любому светится в темноте. Смотрите, она прям другая. Она прям красненькая. Как рак, как будто бы её отварили. Так, тянем. Тянем ножки. Тянем. Может быть, конечно, не надо было тянуть. Так, ну, на палец её тоже можно посадить. Вот, тоже она кусается. Это кусачая лягушка. Лягушка бывает кусачей. А кто это? Вот это, наверное, она есть. Чернобурцевая жаба. Где живёт Азия? А ты ещё попробуй и пойми, кто из них кто. Да. А жёлтая, вот, наверное, возможно, тоже светится, да? Непонятно. Непонятно. Вот, красная нормальная. Так, следующую уберём. Кто здесь? Это жёлтенькая. Это повторка, да? Да, судя по всему, это повторка. Они вот абсолютно одинаковые. Две жёлтые жабы у нас одинаковые. Слушайте, вот с ними прям очень ярко. Я тогда сделаю потусклее. Если будет темно, то я там прибавлю свет потом на монтаже. Так, открываем следующую. Так. И это коричневая. Вау! Вот это другая. Вот это крутая. Вот мне нравится, когда они отличаются друг от друга. Смотрите, какая чёткая. Смотрите, какая офигенная. У неё очень большие ласты. То есть, это супер прыгун. Возможно, она умеет даже прыгать, это, по воде бегать. Знаете, бывает, которые умеют бегать по воде, очень быстрые лягушки. У неё тоже открытый рот. То есть, вот так могу вам её продемонстрировать. Вот смотрите. Вот так она нападает на своих жертв. А есть ли лягушки из Франции, которые есть можно? Надо будет читать. Представляете, такая. Крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак. Да, вот так они и бегают. Слушай, не повторки пока идут. Это прям... На меня возлагают надежду, что мы можем даже собрать всю коллекцию. Но пока у нас одна повторка-то есть. Пока моя самая любимая вот эта с ластами. Ну и которая светится в темноте, разумеется, редко. О, это какая-то, смотрите, с чёрными точками. Возможно, вот эта ядовитая. Потому что чем такой ядовитый окрас, тем, возможно, лягушка ядовитее. Но это не факт. Бывают те лягушки, которые маскируются, типа, под ядовитых. Меня я раскрасываю, типа, чтобы быть похожим на вот этих, на всех. Ой, смотрите, какая она бугристая. Смотрите, какие бугры на ней. Беее. А вы надували лягушку или жабу? Вы поняли меня? Кто родился в 90-х и ранее, те, наверное, знают, что такое надуть лягушку. Но я вам так не советую делать. Сейчас лягушки... Их не так много. Не так много лягушек, чтобы можно было их надувать. Ну, в общем, если вы смотрели Шрека, то вы поняли, о чём я. В Шреке был такой момент. Вау! Вот она, ещё одна, наверное, ядовитая лягуха. Смотрите, какая большая. Какие мощные ноги. Вот эта, наверное, из Франции. Вот эта, наверное, кушают ножки, да? Я смотрел, как этот Обломов готовил лягушек. Он их тоже готовил, кушал. Но их просто, лягушек, нельзя кушать. Это специальные есть, которых выращивают для этого дела. Специальных, там, питомников на еду. Но опять рот закрытый. Мне вот это не нравится. Мне нравится, когда у лягух рот открыт. Так. Распаковку кушаем. Будет достаточно долго. Очень много их тут. Где гостиния не жалеет меня. О! Вот это, наверное, меняет цвет, да? Почему у неё... Смотрите. Если я нагрею. Ну-ка, если ноги нагрею. Нет, вроде ничего не получается. Подержу. Ну-ка. Почему она меняет цвет? Почему у неё ноги одного цвета такого? Непонятно. Непонятно. Но пока цвет не меняет. Видите? Вот такая ядовитая, с чёрным сверху этим рисунком. Как жук таранту. Похоже. Нормальная такая, нормальная. Так, следующая. Я потом покажу лягушек, которые мне понравились больше всего. Так, прощупать их нельзя. Ого! Ничего себе, какая прикольная. У неё тоже огромные ласты, но другой цвет. И смотрите, какая она бешеная. О! Это, наверное, из тех жаб, которых надо лизать. Но я не советую. Вообще нельзя таким заниматься. Но она выглядит именно так. Вы только посмотрите. Вот её бы я поставил на эту, на заставку. Слушай, это просто угар. Да, тути. Меня зовут Лягушка. Ой-ой-ой, какая страшная. Слушай, вот это прикольная. Прикольная лягуха. Такие длинные ноги, ласты. Вот это мне прям нравится. И я их, наверное, буду откладывать, которые мне нравятся. Так, мне надо уже отдельный плейлист Диагостини, походу, на канал себе создавать. Так, что у нас тут? Ой, что-то чёрненькое. Слушай, у меня такая была, да? Это вот эта лягуха, скорее всего. Да? Похоже. Похоже, да, наверное, это она. Она, это повторка. Повторку уберу. Подведём статистику, сколько повторок у меня было. Пока две повторки из кучи пакетов. Две повторки. О! Снова повторка. А это означает, что Диагостини сами не знают, какие лягушки в каком пакете. И это хорошо. То есть, это по-настоящему сюрприз. Потому что они бы могли блогерам присылать, знаете, прям, чтобы вся коллекция была, все разные. А они такого не могут сделать. И это хорошо. Я против такого, знаете, когда, типа, упаковка сюрприз. На самом деле, все знают, что там внутри. Мне кажется, так нечестно. Сюрприз должен быть сюрпризом для всех. Без исключений. Вау! Ничего себе! Вот это, похоже, как будто бы должна менять цвет или что-то делать. Смотрите, какая красненькая. Воу! Вот такая... Вот когда она хочет кушать, она делает вот так. Интересно, а лягушка сможет ли съесть лягушку? Ну-ка. О! Вот, смотрите. Вот так они могут съесть друг друга. Оп. 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 Может укусить за жепу. Оп. Ну, слушай, да, с ними можно поиграть. Так, не, мне нужна лягушка, у которой закрытый рот. О, вот так. О! Ведь есть природа... Вы знали, что лягушки могут есть лягушек? Большие лягушки могут съесть маленькую. То есть, это вполне себе нормальная практика у них. Вот, может ногу сожрать. О, опасные лягушки, на самом деле. Опасные существа. О! Ну, мне, кстати, вот спать лягушки не мешает. Вот когда я, например, в деревне там ночую, там родители лягушки там орут летом, пипец как. Мне они не мешают. Вам как, нравится звук лягушек? Я знаю, есть некоторые, которые, наоборот, любят прям, чтобы слушать их звук. А некоторых это бесит. Так. Е-е-е! А это что такое? Что это? У меня есть такое? А, да, есть такое. Во. Это, вот это самые прикольные лягушки, серьезно. Вот эти с большими ластами. Вот, смотрите. Две лягухи под окном угорали вечерком. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Я просто не могу на их выражение лица. Они в шоке от количества просмотров на этом видео и от количества лайков. Ничего себе, закупочек снова в тренде. Ничего себе. Ха-ха-ха. Прикольные. Так, ну это повторка. Так, ну мне нравится выражение лица, у этой лягухи больше. Есть какие-то лягухи, которые почему-то лежали в коробке, у них рот более открытый. А есть, которые прям маленькие. Маленькие такие, приоткрытые. Так. Вау! Еще одна редкая. Вот эта, наверное, светящаяся в темноте, горбатая. Смотрите, горбатый. Я сказал, горбатый. И ой, у него очень, очень большой рот. Я прям до самого конца лягухи могу достать. Слушай. О, у нас уже две такие, знаете, светящиеся лягухи есть. Какой прикольный цвет. Бирюза. Бирюза. Это, скорее всего, у нас, смотрите, розовая и эта самая, и синяя. У нас это девочка и мальчик получаются вот такие. Вот такие красавцы. Да. Ну, ребят, как всегда, Диагостини в темноте светится просто шикарно. Это просто офигительно. Вы только посмотрите на эту красотку. Вообще. Ну, правда, вот, да. Их надо заряжать на солнце. Вот она у меня лежала на солнышке вот этим боком. И этот бок светится более ярко, чем другой. Ну, а зеленая светится просто шикарно за счет того, что у нее это... Ну, она без рисунка была, видите. То есть она на свет просвечивалась насквозь. У него даже рот виден, видите, там вдали светящийся. Вау. Вау. Так. Давай, выходи, следующая. Я уже устал говорить. Я как радиоведущий не смолкаю. Так, что-то похоже. У меня такая есть. Да, у меня такая есть. Это такая жаба у нас уже была. Да. Так. Ну, когда я сейчас попробую повторки, будет уже, это, ну, не так много слов. Потому что я буду говорить, это повторка. Здравствуйте. Это повторка. Здравствуйте. До свидания. Здравствуйте. Очень приятно. Меня зовут Лягушка. Обожаю запах цапли по утрам. Опа. Да, это, это... Можно назвать этот обзор. Если ты цапля, то не смотри. Или наоборот, знаете, есть же вот эти блогеры, которые показывают еду, а цапля может смотреть и говорить. О, канал Закупач для цапли это... Как это называется? Фудблогер. Да, про еду рассказывает тут мне. Опаньки. Слушай, я такой, по-моему... А, нет, есть такая. Только она какая-то другая. Смотрите, здесь... А, это грязь. Я думал, что это... Я думал, у него жабры белые. Я думал, другая. Нет, это тоже повторка. Так. Немного. О, повторка редкая, смотрите-ка. Редкая, светящаяся в темноте повторка. Вот эти, кстати, жабы напоминают как батл-тотс на Денди. Вот они очень похожи вот именно на этих персонажей, которые дрались. Лягушки-ко. Чик, чик. Открываем. О, светящаяся снова повторка. Светящаяся в темноте розовая. Следующая. Кто у нас тут следующий? Сказал заведующий. О, по-моему, такой у меня нет. Это с большими этими самыми. Смотрите, они похожи, но они разные на самом деле. Видите, у нее как будто бы... А что это на спине? У нее татуировки. У нее неудачная татуировка, которую она сделала до 18 лет, и потом не смогла их свести по бокам. Вот. Потом она увеличится в размерах, и татуировка растянется. Вот. Это другая лягуха. Слушай, она такая с большими ластами, но она отличается от остальных. Слушай, вот это прикольно. И рот, опять же, открытый. О, вот так бы я бы ее крутил бы на вертеле, на шлыках, если бы я был француз. Ой, слушайте. Вы слышали? Смотрите. Что-то не получается. Опаньки! Нога опять оторвалась! Да епарастоте! Короче, этих лягух лучше не тянуть. Блин, это не повторка, я оторвал ногу. О, ну звук вы поняли. Ну-ка, а получится ее прирастить? Так, магия. Магия, смотри, сейчас будет. Не, не получилось. И она упала на голову. Можно сделать имитацию, как будто бы лягушка съела другую лягушку. Вот так. Типа, здравствуйте. Здравствуйте. И до свидания. Да, я люблю лягушек кушать. Так, остается не так много пакетов. Можем уже ускоряться. Ускоряем распаковочку. О, удачно, удачно. Это повторка. С ногой оторванной я убираю повторки. А эту я себе положу. Без ноги. Наверное, я все-таки сильно тяну. А возможно и нет. Могли бы делать и пожестче, да? Кто у нас там? Кто это? Это повторка. Да, по-моему, у меня такая есть. Почему только желтая пуза? А да, у этой тоже была желтая пуза. Опять повторка. Так. О, черная лапка. И желтая спинка. У меня такая есть, да? Да. Это снова повторка. Вот такая. Чик. Так, остается три пакета. И один пакет у меня упал под стол. И как ее достать? Надо вставать. Так. О, опять повторка. Смотрите, эти, походу, самые часто встречаемые с желтой спинкой. Ну, потому что они нередкие. Поэтому встречаются почаще. Чик. О, опять повторка. Да что ж такое? Может, я уже всю коллекцию собрал? Так. Открываем следующую. И там будет, дайте-ка угадаю, снова повторка. Чик. А, нет. Слушай, это похоже на вот эту, но они разные. Да? Да, у этой рот закрыт, у этой открыт. Да, такой у меня не было. Это новенькая, вот такая опасная. Интересно, гидовитая ли она? Надо будет читать. Надо будет почитать про них, конечно же, разумеется. О, смотрите, какая. Вот так она кусается. Ну, такой цвет не особо понятный. Хотелось бы, чтобы что-то было поярче. Так, у меня один пакет там упал. Так, все, достал упавшего. Интересно, кто хотел убежать? Вот прикол будет, если упал именно тот, который самый редкий, которого я даже не хотел поднимать. Я мог бы сказать, а, мы все, у меня все, больше нету никого. И там, тарам-тарам, прикольная лягуха, но это повторка. Да, то есть, всего в коллекции 22 штуки. Она в шоке, что ее поймали, она хотела сбежать под стол. Так, сколько повторок? Давайте подведем результаты. Ну что ж, ребятушки, а результаты неутешительные. 15 из 22 у меня разных лягушек и 15 повторок. Я посчитал. То есть, каждая вторая, по сути, повторка, если вы покупаете их много. Не, ну если вы купите 2-3 штуки, вряд ли у вас будет повторка, потому что их всего 22. Но из большого количества, 15 повторок из 15, это, ну не круто. Не круто, не круто. Так, мои любимые лягушки. По любасу это светящиеся в темноте. Вот эти прикольные. Еще посмотрим, как они светятся, пускай они пока на солнышке загорают. Вот, потом мне нравятся вот эти угарные. У кого самые угарные лица? Самые угарные лица у этого вот этой зеленой, у вот этой коричневой. Ну и, наверное, наверное, все. Да, наверное, все. Да, вот мои любимые лягухи. Вот эти, ну посмотрите. Два брата-акробат. Зелебопа. Биба и Боба я бы их назвал. Жили у бабуси два веселых лягушки. Одна коричневая, другая зеленая. Давайте желтую лягушку поместим в холодильник. Посмотрим, как она изменится от холода. Лягуха пока, держись там. Ребят, я совсем забыл про нее, наверное, на полчаса. Но она вроде не изменилась. Возможно, для нее нужен наоборот кипяток. Чайник уже кипит. Сделаю 70 градусов. А не 100. Завариваем лягуху. Лягушка против 70 градусов. Возможно, я не понял, или другая лягушка меняет цвет. Просто там на самом деле не особо понятно, какая лягушка за что отвечает. Не, вроде она не изменилась, слушайте. Она вроде как посветлее стала. Возможно, я не ту лягушку взял. Вот непонятно с этими лягушками. А я на этом буду с вами прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Закупач и мой канал Закупач. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...